Приветствую, меня зовут Наталья Садыкова. Как вы знаете, 18 июня в центре Киева на моего мужа и руководителя канала БАСИ Айдоса Садыкова было совершено покушение. Мы заезжали во двор нашего дома, когда этот человек выстрелил. Я разговаривала с этими, со многими журналистами, я всем рассказывала, что стрелял он в движущийся автомобиль, что ему понадобился только один выстрел для того, чтобы попасть в цель. И я говорила всем своим коллегам, что этот человек профессиональный убийца. Это покушение на убийство вызвало огромный резонанс. Я заявила практически сразу, что обвиняю в покушении на убийство Айдоса Садыкова, президента Казахстана Касымжумарта Тукаева. И я от своих слов не намерена отказываться. Все это время я считала, что национальная полиция Украины сделает все возможное, чтобы найти преступников. И в этом я тоже не ошибалась. И вот сегодня на сайте Генеральной прокуратуры Украины появились документы. В целом этот документ называется «Уведомление про подозрение в совершении криминального правонарушения Жаканбаеву А. Каратаеву М. Сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения Жаканбаеву А. Каратаеву М. Жаканбаев и Каратаев. Запомните эти фамилии. Эти люди покушались на убийство Айдоса». Досудебное расследование выяснило, что Каратаев Мейрам и Жаканбаев Алтай получили заказ от неустановленного досудебным расследованием лица на совершение умышленного убийства гражданина Республики Казахстан Садыкова Айдоса Жандосовича. Согласно договоренности с неустановленным судебным расследованием лицом, Каратаев и Жаканбаев должны были прибыть в Киев, подыскать необходимые для преступления орудия и средства преступления, спланировать и совершить убийство Садыкова Айдоса. Прибыв в Киев, Каратаев и Жаканбаев, продолжая преступные действия, действия по предварительному сговору группы лиц, определили способ лишения жизни потерпевшего, а именно путем нанесения огнестрельного ранения из пистолета. Кроме того, последние разработали дальнейший детальный план совершения преступления, порядок подготовки к нему и определили необходимые средства для его реализации, среди которых пистолеты, боевые припасы к нему, устройства для поглощения звука выстрела, мобильные терминалы и сим-карты к мобильным телефонам, автомобиль для передвижения во время наблюдения за потерпевшим, прибытие на место преступлений, бегство с места происшествия, а также другие предметы, необходимые для совершения уголовного правонарушения. 2 июня Жаканбаев и Каратаев прибыли в Киев. Они арендовали жилье по разным адресам. Кроме того, они даже купили себе автомобиль марки Opel Vectra. 8 июня Каратаев и Жаканбаев через сайт Booking забронировали квартиру, расположенную вблизи места жительства потерпевшего, а именно по адресу Киев-Берестейский проспект, 17. 18 июня примерно в 11.30 они приехали к нашему дому на автомобиле Opel Vectra. Примерно в 12.14 Каратаев увидел, как наш автомобиль подъезжает к дому. Он приблизился к автомобилю со стороны водительского сидения и произвел один прицельный выстрел в Айдоса. И нанес ему проникающее днестрельное ранение в голову. Звучит на таком сухом языке, конечно, не так, как это было в жизни. Но дело в том, что эти люди установлены и подозреваются украинскими правоохранительными органами в законченном покушении на умышленное убийство. То есть лицо выполнило все действия, которые считало необходимыми для доведения преступления до конца, но преступление не было закончено по причинам, не зависящим от его воли. То есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по заказу и по предварительному сговору. То есть исполнители этого преступления два гражданина Казахстана, Мейрам Каратаев и Алтай Жаканбаев. Эта парочка специально приехала в Киев для того, чтобы совершить это преступление, для того, чтобы убить Айдоса Садыкова. Эти люди уже установлены. След этого преступления идет в Казахстан. Так кто же такие Жаканбаев Алтай и Каратаев Мейрам? По поводу Жаканбаева Алтая, он 1988 года рождения. Данных очень мало в интернете. Найти мне пока ничего не удалось, но я думаю, что мы продолжим работать в этом направлении. Но Мейрам Каратаев – это очень интересная персона. Этот человек – полицейский. В интернете есть данные о нем. Данные о том, как, например, вот в этой статье такой доблестный полицейский, оперуполномоченный, спас несостоявшегося самоубийцу. И вот на этой фотографии мама благодарит его за спасение несостоявшегося самоубийцы. Я сразу сказала полицейским, я описала этого человека. И единственное, что когда я его видела, он был с бородой, это было, видимо, сделано специально. Я думаю, что это он худощавого телосложения, подтянутый. Это он стрелял в Айдоса Садыкова. Почему я сказала, что он профессиональный человек? Открываем. Мы смотрим. Статья 2018 год. Меткость плюс выдержка. В Кустанае под эгидой филиалов ФСО «Динамо» завершили соревнования по практической стрельбе среди ведомственных силовых структур. В тройку лидеров вошли представители ДВД Кустанайской области. И кто же у нас занял первое место? Давайте посмотрим. В первом месте в личном засчете список лучших возглавил старший лейтенант полиции Мирам Каратаев. То есть этот человек был лучшим стрельбом Кустанайской области. Среди всех полицейских Кустанайской области. Украинские правоохранительные органы – красавчики. Мне интересно только, что теперь скажет сам Тукаев. Что Жаканбаев и Каратаев, таких граждан Казахстана нет и никогда не существовало. Или что они купили свои паспорта в военторге. Рано или поздно украинским правоохранителям удастся докопаться до истины. И они узнают, кто заказчик покушения на убийство Айдоса Садыкова. Что касается Айдоса, сейчас он находится в реанимации. Состояние его очень тяжелое. Врачи не дают пока никаких прогнозов. Но я верю в своего мужа. Он сильный, он смелый, он обязан выкарабкаться. Он все эти годы говорил только правду. Помогал простым казахам защищать свои права. И боролся за демократию в Казахстане. Такие люди не должны так погибать. Зло не должно восторжествовать. Продолжение следует...